Не хватает 24 часа в сутки, чтобы все успеть. Несколько минут для нашего общения в плотном графике. Репетиции, встречи, концерты, гастроли, пошив новых костюмов, она вынуждена все успевать. И это ей в радость, ведь уже 20 лет Марина Туркина занимается любимым делом, о котором мечтала еще участь в музыкальной школе. Мама бухгалтер, папа военный, а она родилась с красивым сопрано и могла бы построить карьеру сольного исполнителя, но выбрала иной путь, чтобы раскрыть сотни детских голосов, сотни талантов. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. Это только со стороны кажется, что Туркина со своим хором с легкостью собирает лавры, каждый раз становясь лауреатами всевозможных фестивалей. Но за этим стоит ежедневный кропотливый труд, бессонные ночи в поисках новых идей. Пашем и пашем и пашем коллектив меняется постоянно, на коллектив дети вырастают, уходят. Это новое все время поле деятельности, чтобы его распахать, вот это опять вырастет, новые эти плоды. Из разных городов в Оренбург приехали ученики Туркины, чтобы вместе с хором принять участие в концерте. Десятки воспитанников новых имен сегодня учатся в Петербургской консерватории, работают в Мариинском театре. Например, там в хоре поет сын Туркина Илья. С малых лет он вырос под песни детского коллектива. Я считаю, что музыка является одним тоже связующим звеном. Во всей нашей семье она скрепляет на самом деле. Еще один воспитанник, сегодня начинающий композитор Артем Питайкин сочинил произведение специально к юбилею своего учителя. Она любит детей, она любит музыку, она любит искусство. Я думаю, что это ей много дает и дает то, какая она сейчас. Она создала свой детский коллектив в непростые 90-е, когда страна переживала упадок и, в общем-то, людям было не до хорового искусства. Но Туркина не сдавалась. Встреча с продюсером и супругом Львом Назаровым стала новым поворотом в жизни. Началась активная творческая деятельность и выход на российские сцены и зарубежные площадки. Патологическое трудолюбие. Она может в три часа ночи меня разбудить, в четыре посоветоваться, какой-то нюанс там. Плюс, конечно, талант. Вот талант музыканта. Чувство вот этого звука, чувство музыки, чувство подачи музыкальной, чувство зрителя, понимая, что им надо, да, и неуспокоенность вот эта. Талантом маэстро и голосами оренбургских ребят восхищались в странах Европы и в Америке. Им рукоплескали на Красной площади. Выходишь с таким трепетом на эту Красную площадь, на эту огромную сцену, когда тут тысячная публика тебя аплодирует, и ты знаешь, что это твоя страна, ты ее любишь. В свой золотой юбилей она полна энтузиазма, не боится что-то пробовать. Например, в этом году научилась игре на гитаре, а на концерте собирается с детьми еще и станцевать хип-хоп. В жизни Туркиной свершилось даже больше, чем она мечтала. Она лишь хочет, чтобы и у всех детей сбывалось задуманное. Пусть сбываются все мечты у детей, пусть они реализовываются, от этого они будут счастливы. Анна Золотухина, Игорь Бероев, Новости дня.